Приветствую тебя зритель, меня зовут Деквин, а это первое видео из серии о лоре такой игры как Ив Онлайн. Первый раз я заинтересовался лором Ив Онлайн, когда начал заниматься эксплорингом. Пролетая мимо руин космической станции, я поначалу думал, что они были разрушены во время недавних войн. Потом я понял, что это станции древних цивилизаций. Древних? Погодите, Ив это же типа продалекое будущее. Так а что это за цивилизации? Я начал искать все эти статьи по лору, и помимо роликов от CCP, официального описания сеттингов Ив Сорс, нескольких комиксовых книг, нашлись еще и материалы дотошных энтузиастов. Как выяснилось, у Ив Онлайн довольно интересная история, и в этой серии я хотел бы рассказать о ней подробнее. В первом материале будет рассказано о предыстории, и кратко о тех цивилизациях, которые существовали и продолжают существовать на текущий момент в игре. В последующих будет рассказано подробнее о каждой, и уже потом о хронологии событий, которые начинаются с момента релиза игры. Прежде чем продолжить, проясню один важный момент, который касается лета исчисления. Христианский календарь расы Нового Эдема не используют, поскольку их ученые вообще сомневаются в существовании такого места, как Земля. В этом материале даты христианского лета исчисления будут использоваться для удобства понимания зрителям тех или иных временных рамок. В самом же Новом Эдеме используют так называемый универсальный календарь, исходной точкой которого является Йоу-конференция. Это конференция, в которой принимали участие пять известных рас Нового Эдема. Опять же, о ней подробнее будет в следующих выпусках. Да, так вот, по состоянию на сегодня в игровом мире 23361 год от Рождества Христова, и, соответственно, 125 год по универсальному календарю. Ну, собственно, все. Поехали. Истоки. К 2730 году люди полностью колонизировали Солнечную систему, освоив ее планеты и космическое пространство. Прошло еще тысячелетие, прежде чем человечество открыло технологии путешествий со скоростями, превышающими скорость света. Это расширило горизонты, и люди стали осваивать другие звездные системы. Освоение ближайших к Земле звездных систем продолжалось около пяти тысяч лет, и, в конце концов, опять начались проблемы. В 7098 году нашей эры колонизированную Вселенную охватили раздор. Перенаселение и нехватка природных ресурсов вызвали серьезные конфликты между народами человечества. Именно в это время разведчикам довелось стать свидетелями открытия естественной червоточины в системе Конопус. Вскоре после этого подталкиваемая чрезвычайными обстоятельствами группа ученых и специалистов из нескольких стран организовала первую пилотируемую экспедицию через эту червоточину. В течение нескольких последующих лет все космические нации человечества отправили экспедиции на ту сторону. По возвращении из первого путешествия руководитель группы первопроходцев произнес речь, который провозгласил, что человечество находится на пороге второго зарождения. С тех пор этот портал стали называть вратами Евы. Небольшая религиозная секта, известная как Конформисты, была одной из первых групп независимых поселенцев, которые рискнули пройти через портал. В историческом интервью их лидер Дано Гейнок назвал звездную систему за пределами червоточины Новым Эдемом. Официальное название системы было CMS-48, но имя, данное Гейноком, прижилось. Да, и не путайте. New Eden – это и название системы, и название звездного скопления, в которое она входит. Что же такого особенного обнаружили разведчики на той стороне червоточины? Как гласит описание на официальном сайте, Новый Эдем представляет собой рассеянное скопление звезд, примерно 106 световых лет в длину, 90 в ширину и 25 в толщину. 5433 звездные системы в нем связаны между собой вратами, но множество систем не имеют таких врат, то есть звезд в скоплении больше. В любом случае, это довольно плотное скопление, потому как, если взять нашу Солнечную систему, то до ближайшей звезды, Альфа Центавра, 4.24 световых года. Вторая, звезда Бернарда, находится почти в шести световых годах. Неудивительно, что, обнаружив такое плотное скопление звездных систем, человечество стало с энтузиазмом его осваивать. В течение первых двух лет колонизация шла полным ходом, и уже в 789 году были колонизированы Амар и Галенты, миры, последствия ставшей центрами жизни Амарской империи и Галеницкой федерации. Колонизация шла быстрыми темпами в течение следующих нескольких десятилетий, стремительно распространяясь из системы Нового Эдема в соседние. Станции, некоторые из которых можно найти сегодня возле Нового Эдема, были возведены для защиты первых звездных врат. Те планеты, что не были пригодны для жизни, начали терраформировать, например, Калдари Прайм, который является наиболее ярким примером этого. Немногие колонии стали самодостаточными, и большинство из них сильно зависело от снабжения Земли. Казалось, что все идет своим путем, и все будет хорошо. Однако вскоре появились проблемы с вратами Евы. Червоточина оказалась не такой стабильной, как предполагали первые колонисты. Терраны, общий термин, который относится ко всем пришедшим с другой стороны, начали строить комплекс для стабилизации очервоточины. Это был масштабный проект, который даже 70 лет спустя, после начала, был не завершен. Что, впрочем, не помешало колонистам выгравировать на нем слово ИВ. К сожалению, строительство стабилизатора было начато слишком поздно. 20 февраля 8061 года, через 74 года после открытия нового Эдема, Червоточина эффектно слопнулась, полностью отрезав колонии от земли. Коллапс Червоточины имел катастрофические последствия. Все корабли, что находились поблизости, были полностью уничтожены, и даже сейчас место около врат Евы остается водоворотом энергии, к которому пытаются приблизиться только самые отчаянные пилоты. Ходят слухи, что останки таранских кораблей можно найти внутри и вокруг врат, предположительно, с технологиями намного более продвинутыми, чем те, что капсулеры используют сейчас. За пределами непосредственной близости обрушение врат вызвало сбои в работе других порталов в колонизированном Новом Эдеме. Коллапс врат Евы оказался фатальным для колоний Нового Эдема. По мере того, как поднималась паника, отдельные лидеры стремились подавить беспорядки. Многие ввели военное положение, в то время как другие приняли социальные программы, чтобы обеспечить порядок в колониях. Несмотря на добрые намерения, немногие обладали необходимыми ресурсами или инфраструктурой, чтобы быть самодостаточными. И это несмотря на то, что колонизация продолжалась почти 80 лет. В последующие годы колонии сотрясали беспорядки и гражданские войны. Конфликты и голод унесли жизни ключевых специалистов, которые не успели передать знания и опыт. Треформирование планет прекратилось. Ключевое оборудование пришло в негодность, а затем превратилось в руины. Прожиточный минимум стал стандартом. Прогресс остановился. Миры потеряли контакт. И в конце концов даже их воспоминания друг о друге исчезли за завесой времени. Одна за другой, большинство молодых колоний Нового Эдема медленно и мучительно умирали. И все же нескольким поселениям удалось выжить, по мере того, как десятилетия превращались в века, а века в тысячелетия, пелена легенд, падала на происхождение человечества. Начинались темные века. Рассеянным и разобщенным колониям предстояло пройти тяжелый путь становления. Память о Земле станет мифом. Пройдет 10 тысяч лет, прежде чем потомки Теранов из разных систем узнают о существовании друг друга, но примитивные технологии еще долго не позволят им установить более тесный контакт. Потом потомки землян все же выйдут в космос, но только через 13 тысяч лет с момента коллапса врат Евы будут восстановлены первые врата между звездными системами. Цивилизации Нового Эдема Темные века на то и темные, что о событиях, которые происходили в эти времена, известно мало. То немногое, что известно, дает основание говорить, что до расцвета четырех основных цивилизаций, которые доступны игрокам, существовало еще несколько, которые какое-то время процветали после краха врат Евы. По каким-то причинам эти цивилизации либо исчезли, либо сильно трансформировались. Четыре цивилизации, которые в конце концов погибли, известны нам как Слиперы, Талакан, Янджун и Токмал. Информации об этих цивилизациях мало и меньше всего известно о Янджун и Токмале. Еще одна цивилизация занимает особое положение. Это Джови. Они тоже имеют длинную историю. Они оказали значительное влияние на четыре цивилизации, которые ныне властвуют кластере, но при этом их нельзя считать вымершими. Впрочем, детали о них чуть ниже, сейчас о тех, кто не дожил до дней сегодняшних. Ну, я имею в виду в игре. Янджун. Первоначально Янджун поселились в пространстве Галенты в системе Дель Толе. Согласно скудным записям, они были мастерами передовой гравитонной технологии и теории силового поля. Некоторые руины сохранились до наших дней, в том числе несколько работающих технологий. Токмал поселились в пространстве Амар со звездой Арас. Изначально они входили в состав Амарской империи. Они были ответвлением секты Сани и Сабик, которые веровали, что питье человеческой крови очищает. Скорее всего, за это Токмал и были изгнаны из пространства Амарской империи вскоре после того, как империя начала межзвездные путешествия. В то время как многие выжившие члены культа были просто выпущены на свободу, некоторые похитили Крио корабли и использовали их для перемещения в Арас. Токмал считались экспертами в кибернетике и биоинженерных технологиях. О Слиперах известно больше. Изначально они обитали в пространстве Мин Матар в созвездии Ани. Слиперы считались мастерами виртуальной реальности нейроинтерфейсов и Крио технологий. Они смогли колонизировать не только часть систем нового Эдема, но и пространство червоточин звездное скопление Анаикис. В этом ПХ-пространстве можно найти как активные, так и заброшенные станции Слиперов. Слиперы когда-то были частью расы Джови. Предки Джовиан прибыли в Новый Эдем одними из последних. Перед самым коллапсом врат Евы и члены экспедиции состояли из двух сообществ. Первая, большая часть путешественников, пребывала в Криосне. Их тела были заморожены в Криогенной суспензии, а сознания обитали в компьютерной симуляции. Другая часть экипажа экспедиции пребывала в сознании, поскольку кто-то должен был позаботиться о кораблях и спящих согражданах. Хотя большинство из них, в конце концов, поселились в Новом Эдеме, виртуальное пространство никуда не делось. Когда вторая империя Джови распалась, оказалось, что эта фракция просто вернулась своей криокамерой и загрузилась в виртуальный мир, который еще называют Конструктор. Талакан Талакан связана со слиперами. Первоначально они поселились в созвездии О'Келлен, сектор Калдари, и считались экспертами в пространственных манипуляциях и гиперэвклидовой математике. Во многих системах ВХ-пространства высших классов руины Талакана можно найти переплетающимися со структурами слиперов. Есть гипотеза, что они воевали, но в конце концов объединили свои силы пространства червоточин для борьбы с какой-то болезнью. Некоторые станции слиперов пространства червоточин известны как карантинные, и даже сегодня они транслируют предупреждения, что от них стоит держаться подальше. Джови Джови Однако ни одна политическая система не вечна, и первая империя не стала исключением. Радикальная фракция в конце концов захватила власть, и империя рухнула под собственной тяжестью. Около трех тысяч лет до текущего момента Джови удалось основать вторую империю, правда она просуществовала меньше, чем первая. Джови Джови всегда были сильны в генетической и социальной инженерии, и до такой степени, что начали экспериментировать с базовыми человеческими инстинктами. В какой-то момент в процессе что-то пошло не так. Болезнь Джови – это генетическое состояние, при котором в какой-то момент взрослой жизни Джовианин впадал в невероятно глубокую депрессию и в конечном итоге терял волю в жизни. Болезнь распространилась на всю расу и опустошила вторую империю, которая рухнула вскоре после появления болезни. Хотя неясно, бывали болезни естественной и единственной причиной краха. Пытаясь начать все заново, Джовиане около пятиста лет назад покинули свой родной мир в регионе, ныне известном как Проклятие – Курс. Современная Третья Империя намного меньше первых двух, полностью изолирована от остальной части нового Эдема и расположена в его условной северо-восточной части. Несмотря на скудное количество информации о Джови, они сыграли важную роль в истории кластера. Именно они первым передали технологию капсул Калдари, а затем и другим фракциям. Они сыграли важную роль в создании Конкорд несколько лет спустя и продолжают вмешиваться в политику кластера, когда сочтут это необходимым. Впрочем, более подробно о них будет рассказано в отдельном материале, а пока продолжим общий обзор и коснемся четырех крупных фракций, которые сейчас делят Новый Эдем между собой. Амарская Империя ведет свои корни от секты, отколовшейся от Объединенной Католической Церкви Человечества. Правда, они уже об этом не помнят. В свое время они прошли через врата Евы и поселились на планете под названием Атра около 8000 года н.э. Секта обосновалась на части Атра, называемом Островом Амар, после того, как другие колонисты отвергли их за тогда еще считавшиеся радикальными религиозные убеждения. Их возглавил Дана Гейнок, о котором говорилось выше, общепризнанный первый пророк амарской веры. Там они обитали веками и вели кровавые конфликты друг с другом, а церковь изо всех сил пыталась сохранить веру живой. С одного из военных родов вышел легендарный первый император Амаша Кура. Мечом и верой он завоевал весь остров и основал империю Амар в 16470 году н.э. Он кодифицировал законы, учредил наследственных дворянских власть держателей власти и основал религиозный орган, который будет управлять империей – Совет Апостолов. Империя Амар – это авторитарная теократия, в которой существует жесткое деление на касты. Во главе империи стоит, понятное дело, император, а далее следует пять наследников, глав королевских семей, из числа которых в случае необходимости выбирается новый император. Экономика теократического общества зижится на рабском труде, главным образом из числа людей минматарского происхождения, но не только их. Как культура Амар придерживается того принципа, что другие называют рабством, на самом деле является лишь одним из шагов на духовном пути человека к полному принятию амарской веры. Граждане Амара с раннего возраста глубоко убеждены в моральном превосходстве своей религии и богоизбранности народа, и с рвением несут этот свет непросвещенные массы. Пытаясь утвердить эту точку зрения, империя веками вела священную войну против неверных. Проигравшие в этой войне порабощались империи. Номинально это рабство предназначалось для того, чтобы отрабатывать грехи неамарских людей до того дня, когда они смогут свободно войти в амарское общество в качестве просвещенных последователей. На практике, однако, это правило не работало, и гробы эксплуатировались и после отмывания грехов. Ресурсы завоеванных государств Амары использовали для развития наук, искусств и философии. Они начали расселяться по своей планете и в 2572 году н.э. запустили людей в космос. Вскоре последовала медленная экспансия в родной системе, ускорившаяся после того, как Амары обнаружили жизнь в океаническом мире Тамирот. Они разместили там постоянную колонию в 2725 году. Более подробно в отдельном выпуске. Голенитская федерация Возможно, самая противоречивая из всех фракций, Голенитская федерация и мнение о голенитах будет разниться в зависимости от того, кого вы спрашиваете. Для своих сторонников они являются крупнейшей и наиболее прочной демократией нового Эдема, плотом равенства и справедливости. Для недоброжелателей Голениты – это гедонисты, развратники, не способные по-настоящему признать какую-либо культуру, кроме своей собственной. Жизнь в федерации часто описывается как утопия. Пока человек не причиняет вреда другому, ему позволено вести себя так, как ему заблагорассудится. Поэты, ученые и политики здесь почитаются. Возможности для самоделизации множество. Жизнь легка и свободна от страданий. Вещи, которые могут считаться аморальными или незаконными в остальной части кластера, здесь легко растут. Наркотики, модификации тела, проституция, азартные игры и прочие плотские удовольствия. Если у вас есть деньги, можно наслаждаться практически всем, что только можно себе представить. Ну, в общем-то, несмотря на эти иностатки, федерация действительно считается плотом свободы и индивидуальности, где отверженные и довольные могут искать утешения и помощи. Дипломатический союз независимых государств, известный как Федеративный союз Галента Прайм, более известный как Галенитская федерация, был официально основан в 23 121 году н.э. Главенство Галенитов федерации было обусловлено их экономическим, технологическим и численным превосходством. Вместе с федерацией были основаны многие институции, которые управляют ей сегодня. Сенат был создан, чтобы представлять интересы каждого из членов сенаторами, избранными демократическим путем от составляющих федерацию наций. Из их числа выбирали президента. Хотя Верховный суд не был создан, был основан специальный сенатский комитет для разрешения международных споров. Наконец был сформирован объединенный флот, в первую очередь для патрулирования против пиратства и поддержания мира. Республика Минматар В 8017 году таранские исследователи нашли систему CMS-17, в которой было две планеты с умеренным климатом в околозвездной обитаемой зоне. Более того, они обнаружили, что четвертая планета имела особенно комфортный климат. Новости об этих открытиях сделали систему CMS-17 главной целью для колонизации, и вскоре она была переименована в Патор, а четвертая планета стала известна как Матар. Матар был быстро колонизирован многочисленными экспедициями, привлеченными перспективой заселения мира, не требующего терраформирования. Скорее всего, это обусловило и то, что колонии были самодостаточны. Действительно, когда врата Аевы закрылись, большинство поселений на Матаре выжили и даже процветали, оправившись от первоначального шока. Впрочем, на протяжении столетий эти колонии теряли передовые технологии, так как техватка ресурсов и утрата знаний приводили к неизбежной деградации. В течение следующих 10 тысяч лет на Матаре развивалось несколько отдельных цивилизаций, которые постепенно узнали друг от друга, поскольку технологические достижения позволили поддерживать регулярную торговлю. Легенды свидетельствуют о том, что междоусобные войны между племенами и даже между родами одного племени были обычным делом в ранний период существования мира. В конце концов, возможно, благодаря торговле и распространению мистических верований, племена поняли, что сотрудничество гораздо лучше, чем война. В 20374 году н.э. был установлен общий мир между племенами, развилась глобальная культура, и Минматар в конечном итоге объединился в свободную республику. Минматарские технологии в этот период развивались значительными темпами, и спустя тысячелетия они пробились в космос. Помимо колонизации большей части системы Паттор, Республика Минматар смогла заселить колонии на нескольких планетах и лунах в локальных системах, первоначально используя корабли, разогнанные почти до скорости света. Ни одна из четырех основных цивилизаций Нового Эдема не пережила больше трагедий и страданий, чем Матари. Миллиарды Матари были порабощены Амарской империей более 700 лет назад, пока массовое восстание не освободило многих, но не всех, и многие еще находятся в рабстве. Матари – самое многочисленное из всех рас Нового Эдема, но их огромное количество рассредоточено и разделено на множество фракций. Свободные Минматарцы – жизнерадостные, изобретательные и трудолюбивые. Хотя Республика Минматар является официальным государством, только четверть всех живущих в настоящее время Минматар является ее частью. Почти треть остается порабощенной Амарской империей, а значительная часть проживает в Галеницкой федерации, создавая мощный политический блок, который в немалой степени способствует постоянному состоянию напряженности между Галентой и Амаром. Остальные, не являющиеся гражданами какого-либо государства, рассеяны по всему класту. Кто-то зарабатывает как честный человек, кто-то как не совсем честный. Стоит отметить, что многими крупными преступными группировками в Новом Эдеме руководят именно Минматары. Государство Калдари Государство Калдари – это авторитарная, милитаристическая нация, основанная на принципах долга, верности, личной эффективности и упорного труда. Хотя это государство не такое большое, как Галининская федерация или Амарская империя, оно по-прежнему пользуется уважением и вызывает восхищение. Его экономика в основе своей устойчива, а вооруженные силы, несмотря на меньшие размеры, не уступают вооруженным силам любой другой империи благодаря мощному флоту, оснащенному передовыми технологиями. Основанная на корпоративном капитализме, государство Калдари управляется группой из восьми мегакорпораций, которые делят пространство между собой, контролируя почти каждый аспект жизни общества. Каждая корпорация состоит из тысяч небольших компаний, от промышленных до юридических фирм. Вся недвижимость находится в собственности компании, которые затем сдают ее гражданам. Правительством и полицией также занимаются независимые компании, финансируемые каждой из мегакорпораций. До основания государства Калдари не были единым целым, как их соседи Галининты. Они состоялись представители разных рас на разных континентах Калдари Прайм, хотя основная часть населения проживала на континенте Тикиона. Тикиона была объединена между 17353 и 20988 годами н.э. под властью империи Раата. При этом существующие в то время этнические группы были организованы в политическом образовании. Термин Калдари был придуман после первого контакта с Галентой в 22517 году как планетарный идентификатор, используемый для отличия рас от родного мира, от рас и их новых партнеров. К этому моменту каждая раса Калдари была организована в отдельную полноценную нацию на Калдари Прайм с минимальным межэтническим смешением. Границы между этническими группами были глубокими, но не только во внешности, но и в культурном плане, поскольку понятие нации Калдари сильно отличалось от определения Галента, последние из которых, как правило, строились вокруг идеологии, а не расы или культуры. Даже когда мегакорпорации тайно колонизовали регионы космоса от имени своих господствующих наций, Калдари продолжали идентифицировать себя по своей первоначальной этнической принадлежности. Эта практика продолжалась после основания федерации, и только после отделения Калдари в 23154 году нашей эры ситуация изменилась. Когда группа главы исполнительной власти узурпировала контроль над родным миром украинных народов, все, кто поддерживал отделение, были захвачены последующими социальными потрясениями. Сообщество Триглав Несколько лет назад в пространство Нового Эдена вторглись таинственные пришельцы. Позже выяснилось, что сообщества Триглав были потомками таранов, которые ушли в бездну мертвого пространства во времена Второй Империи Джови, спасаясь от агрессоров. Цивилизация Триглава, очевидно, владеет принципами взаимодействия с пространством и временем, а также биоадаптивными технологиями, позволяющими выживать в перевенчивых условиях бездны. Названия их кораблей, фракции и прочего, заимствованы из славянской мифологии, что позволяет предположить, что эта ветвь таранов ведет свои корни в этой этнической общине. Вот такая история. В мире Нового Эдема есть еще второстепенные фракции, о них тоже будет рассказано. Ну, это опять же темы для последующих выпусков. Как человек, который прочитал массу фантастической литературы, могу сказать, что сеттинг Иван Лайн сильно недооценен. Ну, постараемся исправить это положение дел. На этом все. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам есть что добавить, отписывайтесь в комментариях. Спасибо за внимание. С вами был Деквин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok